Ну что, очень давно с вами делилась своим уходом за волосами, мне кажется, больше года. На данный момент я пользуюсь уходом от Кевин Мерфи. Это, по-моему, шампунь и кондиционер для окрашенных волос, насколько я помню. Сейчас сфокусируется фотоаппарат. Вот, да, для деликатного ухода за цветом. Ну, соответственно, и шампунь для деликатного ухода, и кондиционер. Хочу отметить, прежде всего, это очень удобная упаковка. Это, наверное, самая удобная упаковка в мире для шампуня и кондиционера. Все удобно, сразу вытекает, не нужно ничего переворачивать. Это первый мой уход. И следующие два шампуня у меня, вот этот вот для объема. Я думаю, что это вообще лучший шампунь для объема. Мой любимый Davines, приятный запах, действительно работает и делает классный объем. Пользуюсь где-то, ну, может быть, два раза в неделю, где-то так. И где-то раз в две недели я пользуюсь вот таким шампунем. Опять же, от Кевин Мерфи, он для такого очень сильного очищения волос, кожи головы. Я пользуюсь часто стайлингом, поэтому мне это просто необходимо. Тоже классно очищает и придает объем. А что касается укладки, то на данный момент я укладываю волосы вот таким вот стайлером от Dyson. Это и фен, да, здесь специальная такая насадка вот для фена есть. Можно также выпрямить волосы, закрутить. Все что угодно, на самом деле, можно сделать. Вот, объем придать. Если интересен обзор, скажите, я обязательно сделаю. Мне его никто не присылал, это покупала лично я. Да, это дорогой достаточно стайлер. Пока что не поняла, 100% классно или нет, стоит ли он своих денег или нет. Но, думаю, месяца так через два я вам уже точно смогу сказать. Пользоваться мне им очень нравится. Приятно вообще держать в руках. Он очень легкий. Это, кстати, наверное, самый огромный его плюс. Такая вот классная упаковка. Бесполезная, правда, но все равно приятно хранить. Вы знаете, я очень люблю разные термозащиты. Постоянно тестирую новые. На данный момент у меня вот такая вот термозащита от ARIB. ARIB, как правильно произносится? Поправьте меня, пожалуйста. Мне сказали, что это вообще самая сильная термозащита у них. Очень хорошо защищает волосы. Она в виде такого густого крема. И я вам скажу так. Честно, она мне не очень понравилась. Она, мне кажется, немножечко жирнит волосы. Хотя я наношу совсем немножечко. Буду тестировать дальше. Но, знаете, я пользуюсь, мне кажется, ее уже больше месяца. Особого эффекта не заметила. Больше мне, конечно, нравится термозащита от DAVINES. Она такая легкая, незаметная. И, как по мне, тоже защищает волосы очень хорошо. А на кончике я люблю наносить разные масла. Ну, опять же, силиконовые, но они очень хорошо работают. Опять же, нравится от DAVINES масла. Либо, например, от Moroccan oil. Это как-то, не знаю, термозащита у меня совсем не пошла. Вот ее состав. Понятно, конечно, что он химозный. Но даже несмотря на то, что здесь очень много химии, эффекта я практически не увидела. Очень давно вам хотела показать, что произошло с моим портфелем. Потому что очень многие спрашивают, как он мне, как по качеству. Моему рюкзаку где-то года три. Ну, приблизительно. И через полгода или год после того, как я его купила, у меня он, посмотрите, потрепался вот в этом вот месте. Я не знаю, будет видно или нет. Но это очень некрасиво. Это видно. То есть, это на самом видном месте находится. И потрепался он именно из-за того, что я его постоянно открывала и закрывала. Ну, это же логично, да? Это же портфель. Сынок, отойди, пожалуйста, на секундочку. Вот. Поэтому вы меня спрашивали, как он мне. Ну, вот, скажем так, не очень. Потому что все-таки он стоит не 100 рублей, а испортился он где-то через полгода. И, кстати, если обратиться в сам магазин Louis Vuitton, то они вам его не поменяют. Это, конечно, тоже очень обидно. Хотя лет 10 тому назад у меня тоже была сумка. И у нее оторвался ремешок. Тоже, ну, практически сразу. Так вот, мне поменяли эту сумку. Ну, то есть, буквально там через день, через два. Ну, может быть, максимум через неделю. То есть, они даже ничего не спрашивали. Просто увидели, что это, скорее всего, брак. И сразу же поменяли. А здесь, ну, вот, этот момент не считается браком. Поэтому менять вам не будут портфель. Вот. И также в каких-то еще местах он у меня покорябался. Ну, тоже не очень приятно. Еще он у меня очень сильно растянулся. Наверное, из-за того, что я очень много вещей туда складывала. Вот. А на сменку я купила себе вот такой вот маленький. Вернее, мне его подарили. Такой вот маленький рюкзачок. Это Гуччи. И он очень удобный, компактный. То есть, если раньше мне нужен был большой рюкзак, чтобы туда все помещалось. Все матькины вещи. И вот сменка, игрушки. И да, то сейчас мне это не надо. Это очень классно. То есть, здесь теперь находятся исключительно мои вещи. Какие-то документы, косметика, моя книга. И вот, в принципе, больше здесь ничего и нет. Вот. Поэтому сейчас схожу с этим. А Louis Vuitton собираюсь сдать куда-нибудь. И, кстати, расскажите, что можно с этим сделать. Как можно его реанимировать. Покажи всем вкусный батончик. Покажи. Какой тебе нравится. Вот. Матьке нравится вот такой вот батончик. Сейчас я покажу его. Это батончик от Fleur Alpine. Да, натуральный. Вкусный. Он, кстати, очень мало где продается. Либо в Воланте я его покупаю. И вот сегодня я нашла его в Ашане. Да, раньше его не было, скажи, да? Но он еще вкусный. И без всяких яколок и добавок. А у тебя есть портфель? А у тебя что за портфель? А у меня есть портфель. Ну, а что за портфель-то? Расскажи. Может быть, кто-то захочет такой же купить. Какой портфель? Ну, какой у тебя портфель? Кто у тебя там нарисован на портфеле? Жирафик. Жирафик. Да. Это, конечно, очень весело, когда твоему ребенку три года, потому что он сам подошел, открыл свой шкаф, ну, вернее, не свой шкаф, открыл шкаф, взял со своей полки вот эти вот разные его вкусняшки, взял батончик и скушал все. Да, это очень весело, правда. А я сейчас буду резать нам самый вкусный манго. Знаете, где он продается? Он продается во вкусвиле. Я думаю, что многие уже об этом знают. Если он там есть, но он там есть не всегда, я всегда беру сразу много, потому что на одном я не могу остановиться. Это действительно очень вкусно, потому что иногда покупаешь манго, и он вроде бы с виду такой нормальный, мягенький, но внутри, когда его разрезаешь, он такой темный, невкусный, либо, наоборот, очень твердый. А во вкус или всегда прям вот он идеальный, идеальные мягкости, идеального вкуса, он очень сладкий. Сейчас посмотрим, какой внутри. А это порция Матвея. Смотрите, какая классная у него вилка. Он ее просто обожает. Ну что, пойдемте вручать. Мам, я хочу вилку. Что ты? Ты хочешь вилку показать? Ну давай, пойдем. Будешь показывать? Давай, давай, иди. Да, это такая вилка у тебя классная? Да, ну вообще тебе она нравится? Да, ну показывай. Вкусно? Как с этой вилкой кушать-то? Сядь? Да, давай, давай. Ты любишь манго? Давай. Ммм, как вкусно. Карамель. Карамель. Каждое утро я пью витамины от Мега Фуд. Они для женщин. Какие-то вот универсальные мультивитамины. Две капсулы в день. Если вы помните, то когда я была беременна, я тоже пила витамины именно от Мега Фуд. Они с самым лучшим составом. Также есть витамины для детей, для мужчин, для женщин более старшего возраста. Обратите на них обязательно внимание. Кстати, вернусь сейчас в шампуне Кевин Мерфи и кондиционера. Смотрите, волоса моим два дня, а кончики у меня еще мягенькие. У меня на самом деле большая проблема, так как я окрашивала волосы, и также я перестала делать разные маски. Я, мне кажется, уже года три их не делала, масляные маски. У меня кончики сразу становятся сухими. Вот, с этим шампунем и кондиционером у меня таких проблем нет. И хочу поделиться своей радостью. Наконец-таки на Хер появилась моя любимая подводка от Physicians Formula в коричневом цвете. Я за этот год перепробовала столько подводок, и все подводки просто, извините, но это какашки какие-то. Вот, самое лучшее от Physicians Formula именно вот это вот темно-коричневое. Мой, ты тоже решил сняться, да? Мой, я покушал. Грязный тут сидит у меня. Мой, вот, поэтому если у вас есть возможность заказать ее с iHerb, да, Мой, обязательно ее заказывайте. У нее самый удобный кончик, она самая стойкая и очень классно смотрится. Называется, собралась в магазин, смотрите, нам ехать до Меги буквально минут 20, а он заснул. Ну ладно, пока поговорю с вами. Мне сейчас нужно сделать несколько вещей. Во-первых, я хочу сейчас зайти в Неспрессо, купить себе капсулы для кофе, они у нас закончились, а я без кофе не могу. Также нам нужно зайти в Икею. Я хочу купить несколько вещей. Надеюсь, что несколько, потому что, как правило, приходишь за чем-то одним, а потом уезжаешь целой тележкой. Вот, посижу пока, подожду. Или, не знаю, может быть, сейчас переложу в коляску. Правда, не знаю, потому что спит он буквально минут 10, наверное. Постараюсь передать атмосферу магазину, если получится, если я смогу вынуть камеру с Матвеем. Матвей, ты чем занимаешься? Я пробиваю покупки. Пробиваешь покупки, ты кассир. Я покупаю. Ну, здорово, ну, пробивай давай. Я, кстати, еще заходила в H&M, купила такой классный подсвечник, а свечи у меня из Икеи. Вот, кстати, в Икеи я еще купила вот такие вот кактусы керамические, а потом их еще расставлю по разным местам. Я думаю, что в одном месте они у меня стоять не будут. И в H&M я еще купила рамку. Кстати, эту фотку мы сделали в торговом центре. Кстати, качество ничего, посмотрите. Надо будет просто вот эту линию обрезать белую. Купила мотики, такие вот полочки деревянные. Ну, кстати, в некоторых местах они не очень хорошо прокрашены. Две полочки, потом вот сюда вот повесим куда-нибудь, пока не знаю как. Это, кстати, картины, которые мы повесим над нашим диваном, который в гостиной. Вот, очень мне понравились. В принципе, хорошее качество, но в некоторых местах только не прокрашено. А так, кстати, вот это вот лучше намного. Вообще, я обожаю Чендем, такой классный магазин, где много интересного всего. Взяла еще коробки для игрушек. Они, знаете, просто картонные. Не знаю, сначала думала взять плетеные, но как-то мне показалось, что они какие-то скучные, поэтому решила взять такие. Но если вдруг где-нибудь там они помнутся, протрутся, то можно, в принципе, будет новый купить. Он, правда, вот меня все уже раскидал. Вот. И, кстати, вот это любимый Мочкин ковер. Он стоит там какие-то буквально копейки серьезные, но он его просто обожает. И мы, кстати, купили его не по назначению, просто как вот такую вот трассу, дорогу. Он тут просто зависает постоянно. И паркует машины, и катает их. Поэтому, если у вас мальчики, присмотритесь. Может быть, у кого-то еще есть такие коврики? Если есть, кстати, напишите. Может быть, какой-нибудь более симпатичный купим. Ну вот, лежит пока около его кроватки. Показываю, что даю Матвею из витамин. Вот такие вот витамины Мегафуд. Это мультивитамины. А вообще написано, что они с 5, по-моему, лет. Но я даю ему половинку, то есть половину порции. И там такая очень удобная мерная ложечка. Я прочитала, что очень многие так делают. И также я еще ему даю вот такую вот эхинацей. У нас было много разных таких бутыльков, разных брендов. Вот сейчас взяла вот эхинацей и астрогалус. Постоянно принимаем, каждый день, по 3 пипетки. Это тоже лангер. Десять ка... Желтая? Желтая, да. Смотрите, эта мозаика приходит в такой картонной упаковке. Сделанную в России. Сделанную с любовью. Вот такой специальный вот мешочек есть. Мы здесь храним цветные. Вот эти вот штучки кругленькие. Также в другом пакетике салфановым у нас лежат буковки. Вот. И дальше идут вот эти вот разные карточки. Очень классного качества. Мы изучаем цифры, цвета. Конечно, мочка у нас уже умный. Да, и все-таки ему уже 3 года. Мы здесь больше изучаем все-таки цифры, потому что цвета мы уже давно знаем. Вот, смотрите. Очень классное качество. Вот. Вот. Сейчас я вам все покажу. И далее идут вот такие красивые картинки. Посмотрите, животных тоже цвета, чтобы изучать. Подводная лодка. Что-то у нас еще бабочка. Короче, очень много всего. На любой вкус. Да, деткам же разное нравится. И также вот, смотрите, чтобы буковки изучать. Я сейчас вам покажу. Сюда вы вставляете буковку, да. И тоже опять же учите цвета, учите предметы. То есть тут все вместе. Очень удобно. Да, ребенок прям развивается по полной у вас. Вот. Их много разных. Этот набор отлично подойдет с полутори лет. Может быть даже раньше. И до пяти это точно. Потому что есть простые карточки с предметами, да. Где ребенок просто расставляет фишки по цветам. А для более старшего возраста, как я вам уже показывала, это разные цифры, буквы. У меня, кстати, набор Мозаика Макси. У них очень много разных наборов. Есть исключительно набор САЗБУК. И также можно докупать разные карточки. Я, кстати, ссылку обязательно ставлю внизу. Посмотрите. Бери давай. Буковка А. Клей давай. Вот. Буковка А. Да, сынок? Арбуз там, да, нарисован? Арбуз. Ну, давай другие. Как у нас их много, да? Давай сначала все подряд с тобой, а потом будем по порядку. Магнитики очень классного качества. Они плотненькие. Вот. И мы с Мочкой каждый день изучаем алфавит. Правда, он тут все переставляет. Но ладно, это не важно. Показываю вам свой любимый салат на ужин. Это салат скину. А здесь огурцы, помидоры, салатные листья. Что тут еще есть? Морковка, авокадо. Также здесь бальзамический уксус. И все это потом перемешаю. И получится вкуснотища. Да? Что там можно прикрепить? Вот это можно. Да, мой. Давай покажем, что мы с тобой купили в Меге. Да, когда были, мы с тобой купили в детском мире такие вот классные наклейки развивающие, да? Из серии малышариков, да? Мочка их очень любит. Также мы в H&M купили вот такую классную подставку. Давай покажем классную подставку. Давай, посмотри, что это? Мать, что тут у нас? Я также взяла еще цветочки, потому что мои почему-то завяли. Не знаю, может, потому что рядом с батареей стоят. И еще вот такой вот купили. Я не знаю, как они называются, просто понравились. Ну что, клеить будем? Да? Да? Ну давай, сейчас будем клеить. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok